Три года назад вы сказали, когда вас спросили, а вы приняли решение участие в президентских выборах, вы сказали, что пока еще нет. Сейчас до выборов остается полгода. Вы по-прежнему в раздумьях? Знаковые, во многом беспрецедентные заявления Путина во Владивостоке и про Анатолия Чубайса, и про Аркадия Воложа, и про уехавших, и про возвращенцев и так далее не случайно прозвучали именно сейчас, на этой неделе. В феврале прошлого года Путин рассчитывал быстро захватить Украину и с тех пор править как триумфатор. Этот план провалился, и осенью прошлого года он попробовал превратить свою войну в народную, объявил массовую мобилизацию, изобразил на аннексированных территориях референдум, написал на своих знаменах «Вставай, страна огромная». Тоже не получилось. Страна не встала. И Путин на ходу перегруппировался снова. Сегодня на наших глазах закрепляется вхождение режима в новую фазу. Фазу бесконечной войны. Ее также можно назвать «мерцающая война». Война, которая то ли есть, то ли ее нет. На официальном языке это называется «затягивание конфликта». Конфликт затягивается, но победа будет за нами. Конфликт затягивается. Убитых украинцев будет все больше и больше, но победа за нами. Путин не случайно на Дальневосточном форуме поручает спросить себя про выборы. Он уже ведет предвыборную кампанию. Не мытьем, так катаньем. Он должен будет получить в марте выдающийся результат. Пять лет назад на волне крымского консенсуса Кремль поставил рекорд. Больше 56 миллионов голосов за Путина. 77% при явке 76%. По оценке исследователя электоральной статистики Сергея Шпилькина, помните нашего приятеля Старину Гаусса? Тогда за Путина было вброшено 10 миллионов голосов. Меньше, чем обычно. Норма порядка 15 миллионов. Но так или иначе, Кремль отчитался. За Путина абсолютное большинство избирателей. И сегодня перед Кремлем стоит та же задача. По состоянию на сейчас она сформулирована так. Путин должен получить 70% при 70% явке. Это 53 миллиона голосов. Ну, в общем, примерно столько же. И сегодня становится понятно, как Путин хочет двигаться к этой цели. Анатолий Чубайс ушел в отставку и уехал из России полтора года назад. Невозможно представить, что он не согласовал свой отъезд. Про его переезд в Израиль стали писать еще в декабре прошлого года. В мае мировая пресса подтвердила получение им гражданства. Сегодня никакой новости в этом нет. Путин обрушился на Чубайса вообще без повода. Зато подчетка написанному сценарию. То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется. Я вообще... Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Маше Израилевич какой-то там живет. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал? Про то, что Чубайс менял фамилию, видимо, Путин это имеет в виду, когда, говорит, перешел на нелегальное положение, тоже писали в мае. За 23 года мы слишком хорошо изучили повадки Путина. На языке спецслужб это называется активное мероприятие. Давно известный метод дискредитации особо активно используется Путином против противников на либеральном фланге. Замазать человека, при этом ни в чем его не обвиняя конкретно. Про Немцова, Рыжкова и Милова он говорил, ураганили вместе с олигархами в 90-х, растащили миллиарды. Про Касьянова, что Кудрин и Греф ему рассказывали, что Касьянов жулик и что у него кличка Миша 2%. Теперь пришла очередь Чубайса. Путин знает, что делает. В таких случаях у него каждое слово на своем месте. Чубайс Машей Израилевич и удрал, но и удрал он, возможно, цитата, из-за огромной финансовой дыры в структуре нанотехнологий, которую возглавлял долгие годы. Опять-таки, Путин как будто ничего и не утверждает. Наоборот, он сам отмечает, уголовных дел нет, претензий у государства к Чубайсу нет. Просто Путину интересно, нафига ему это надо. Опять цитата. Но все главное сказано и дело сделано. Чубайс замазан. А уже за Путиным этот месседж, как принято говорить, докрутит госпропаганда. Я надеюсь, что будут и уголовные дела, и Чубайс вернется на родину, чтобы уж отбыть срок за все свои преступления. Какие преступления? Путин же сказал, что нет преступлений. А какая разница? Главное – обрушить на Чубайса всю мощь государственной пропаганды. Уже есть много версий, зачем это понадобилось Путину. Одна из версий – это сигнал самому Чубайсу. Пусть знает, что находится под присмотром. И Путин хочет ему досадить. Это точно. А израильская пресса пишет про антисемитский подтекст путинской атаки. Подтекст очевидный, тем более, что от Путина досталось и Аркадию Воложу, который тоже уехал в Израиль и недавно, наконец, выступил против войны. Путин пробует антисемитизм, пишет телеграм-канал «Можем объяснить». И сама собой напрашивается параллель со сталинской антисемитской кампанией конца 40-х – начала 50-х годов. Политически Путин идет вслед за Сталиным. Той же дорогой. Сказал А, надо говорить Б. После победы в 45-м году Сталин поднял тост за русский народ. Стал русским националистом. Помните этот тост? Русский народ верил правительству и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. Победы у Путина нет, зато есть тост. Уже скоро год, как Путин перестал объяснять, в чем заключается цель войны. Вместо объяснений теперь всегда звучит тост за особый характер и жертвенность русского народа, который всегда готов умереть за интересы Родины. Вот то же самое и сейчас. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидают, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут сознательно и добровольно, защищая интересы Родины. Мерцающая война – это война, которая есть и которой при этом нет. На фронте идут бои, умирают люди, но для жизни в тылу все это почти ничего не значит. Жизнь в тылу определяется курсом рубля и новым железным занавесом, который упал 24 февраля. Точно так же, как в 46 году железный занавес определил новый курс Сталина на борьбу с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. Тогда сыр Камамбер превратился в сыр закусочный, ленинградское кафе Норд превратилось в кафе Север. Сегодня это вкусная точка вместо Макдональдса, закрытие валютных счетов, уход Юникло и Зара, а также победа китайского автопрома. И, конечно, идеология. С конца 40-х борьба с космополитизмом – это стержень политики Сталина. Формулировка «безродный космополит» родилась в январе 48-го года и относилась прежде всего к искусству, хотя потом дело дошло и до копавшихся в медицине еврейских буржуазных националистов. Сегодня вместо безродных космополитов безродные бизнесмены. Путин апеллирует к инстинктам толпы, к дворовому позднесоветскому жаргону, как это сформулировала антрополог Александра Астахова. И сама собой у Путина получается все та же самая сталинская карикатура. Кто такой космополит? Противоположность патриоту своей страны. Почему он безродный? Потому что ему где хорошо, там и родина. В какой момент он превращается в предателя? Где-то ведь проходит эта тонкая, но очевидная гра. Если человек как бы вырос на этой почве, получил образование, стал успешным в чем-то, оно на чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала. Я сейчас не Воложа имею в виду. Он талантливый человек. Не Воложа? А кого же тогда? Путин не договаривает, не доводит тезис до конца, не жмет педаль в пол. Нового дела врачей не будет. Не будет репрессий в отношении бизнеса. Разница между Сталином и Путиным в том, что Сталин формировал жесткий политический курс, а Путин всего лишь адаптируется к реальности, ищет предвыборную повестку, перебирает пропагандистские штампы. Чубайс и Волож это жупелы для народа. Кроме того, это сигнал системе. В системе дают понять. Вот предатели. Это не значит, что, например, того же Воложа будут преследовать. Это значит, что он потерял путинские привилегии. Таким образом, элита получает установку, объясняет политолог Александр Морозов. Система должна осознавать, где проходят красные линии. Иначе режим поплывет, а этого допустить нельзя. Путин должен давать оценку, иначе рамка будет не ясна. Как относиться? Как понимать? Может быть, все остальные тоже могут уехать? Ну вот, поэтому, собственно говоря, он меняет сейчас оценку. И если полгода назад можно было от него и от Пескова услышать, что, ну, люди уехали, это их дело, ничего страшного, человеку может пригодиться и там, куда он уехал, то сейчас ситуация меняется, потому что те люди, которые уезжают и начинают делать какие-то публичные заявления, они дают понять, что они не будут полезны дальше. Они дальше не будут полезны Кремлю. Ну и, соответственно, Путин со своей стороны ставит точку, так сказать, обозначает, что, да, все как бы с вами понятно. Пропаганда по путинскому навету громит Чубайса, телеканалы набросились на тиктокера сироту Даню Милохина. Вслед за Екатериной Мизулиной отправить его в армию предлагает Соловьев. Пусть послужит где-нибудь в Гудермесе. Правильно, выпороть и призвать на военную службу. Это уже поддакивает Скобеева. И даже среди военкоров поднимается робкий ропот. Это что ж получается? Государство смотрит на армию, как на каторгу. С одной стороны, Путин говорит, пусть уехавшие лучше остаются там, чем будут тут продвигать нетрадиционные ценности. А параллельно звучит другой сигнал. Возвращайтесь, если хотите. Двери открыты, Конституция позволяет. В общем, оселки расставлены, а дальше каждый сам себе хозяин. В стойло никто никого загонять не будет. Многие начинают писать сразу, что Путин угрожает. Нет, он не угрожает вовсе. Он публично угрожал в полном смысле слова только лицам, которые с его точки зрения, как он говорит, являются предателями. Предатели – это его собственные коллеги по спецслужбам, которые перешли на сторону противника. Ну, или, условно говоря, в его мировоззрении там генерал Власов является предателем. Что касается его старых друзей, коллег или как бы людей, которые поучаствовали вместе с ним во всем этом постсоветском транзите, он не выступает угрожающе. Его модус восприятия таков. А, не хотите дальше? Ну, пожалуйста, ваше дело, идите куда хотите, как бы живите, как хотите. Эта логика подтверждается практикой. И Осипа Пригожина не тронули после публикации его разговора с бизнесменом Фархадом Ахмедовым. Помните разговор года? Хоть Пригожин теперь и боится, как он говорит, даже с деревьями разговаривать. Предположительно, миллиардер Троценко говорил предположительно бизнесмену Матушевскому, что путинская война закончится адом на улицах Москвы. Но их не трогать. Бизнесмены нужны Путину. Он их давить не будет. Как пишет журналистка Александра Прокопенко, Кремль рисует перед бизнесом войну с Украиной, как экзистенциальную схватку с Западом. Ну, тот самый железный занавес. Но при этом сигнализирует, обычная жизнь продолжается. Война стала нормой, фоном жизни. И бизнес тоже укладывает эту норму у себя в голове. Идеологизированные картины экзистенциального противостояния не находят отклика в элитах. И все же, наряду с самим затягиванием войны, заставляют элиты по-своему рационализировать конфликт. Это битва за ресурсы, в которой мы должны победить, потому что не можем проиграть, говорит ни один из влиятельных собеседников. Именно на эту почву хорошо легло новое торговое предложение Путина элитам, которое сводится к следующей формуле. Активы, в целом, остаются у хозяев, а хозяева остаются с режимом. Мы не можем проиграть. Эту формулу в буквальном виде вы можете найти на страницах книги оксфордского профессора Николаса Старгарта «Мобилизованная нация» про жизнь немцев во время Второй мировой войны. Цитирую. С самого начала войны наша пропаганда следовала таким ошибочным курсам. Первый год войны мы победили. Второй год войны мы победим. Третий год войны мы должны победить. Четвертый год войны мы не можем проиграть. Эти слова произносят Геббельс на встрече с руководителями ключевых газет. Знакомый формат, не правда ли? Дата встречи конец января, начало февраля 43-го года. Немцы разгромлены под Сталинградом и в Рейхе начинают понимать, что победа над Советским Союзом откладывается надолго. Что это будет долгая война. И Геббельс борется с этой пораженческой установкой. Мы не можем проиграть. Он хочет мобилизовать нацию. Через две недели он произнесет свою знаменитую речь с призывом к тотальной войне. Как известно, Геббельсу аплодировали после этой речи, но ничего не изменилось. Мобилизации не произошло. Продолжили расти пораженческие настроения. И на втором году войны положение дел в России тоже вошло в стадию «Мы не можем проиграть». Конфликт затягивается. Победа будет за нами. Но чем дальше, тем больше. Эта неизбежная победа становится похожа на брежневский долгострой. Путин доволен ситуацией на фронте. В Кремле хорошее настроение. Украина проваливает контрнаступление. Но передать эту эйфорию народу не получается. Чувства скорой победы нет. Не разлито в воздухе. Посмотрите, как ту же самую формулу «Мы не можем проиграть» произносит Сергей Шойгу. Ребята действуют уверенно. Командиры действуют уверенно. И надежно, надежно оборонять то, что на сегодняшний день нам необходимо оборонять. Там, где, естественно, это те направления, на которых пытается сучить прорыв украинские вооруженные силы. Но главная задача это выбивать технику. Победим? У нас нет других вариантов. Действительно, в вечерних новостях потом отрезали последнюю фразу. И правильно. Наверное, примерно так какой-нибудь унылый брежневский замполит бубнил на унылом партсобрании про окончательную победу социализма. Есть одна принципиальная разница между тогдашней ситуацией в Германии и нынешним положением дел в России. Тогда война пришла на территорию Германии. Сначала в виде бомбежек. Да, сегодня в Россию иногда прилетают дроны, но над российскими городами не полыхают огненные смерчи, как в июле 43-го года в Гамбурге, когда горел асфальт и люди задыхались в подвалах. Нет массовых жертв среди мирного населения. Нет массовых эвакуаций. И такую войну мы не можем проиграть. У нас нет вариантов. Можно вести очень долго. До тех пор, пока люди будут с этим согласны. До тех пор, пока можно будет продолжать делать вид, что почти ничего не изменилось после 24 февраля. До тех пор, пока не пересечет роковую черту количество гробов, которые возвращаются домой с фронта. Но где проходит эта черта? Кто это знает? Сейчас очень много слухов пошло о том, что якобы возможно новая мобилизация в стране, в России, у нас. Что вы ответите тем, кто сейчас нас смотрит? Ничего. Путин просто не отвечает на этот вопрос. Он произносит тост за русский народ и говорит, что мужики сами идут защищать интересы Родины. В полном соответствии с новой методичкой из администрации президента игнорировать любые слухи о второй волне мобилизации даже не опровергать их, потому что самоупоминание мобилизации очень тревожит общество. Опять-таки, как в 43-м году в Германии власти перестали публиковать полицейские сводки о числе погибших под бомбежками. Об этом Старска тоже пишет. Война удобна Путину тем, что на нее можно все списать и под ее прикрытием репрессировать и запугивать несогласных. Но сегодня она приносит все меньше дохода как политический капитал. Усталость от новостей о войне нарастала в течение всего лета. В июле да, по-прежнему высокий, но при этом самый низкий рейтинг Путина с начала войны фиксировал государственный официум. В сентябре да, по-прежнему высокая, но упала до минимума поддержка спецоперации. Это опрос Центра Левады. При этом фонд общественное мнение фиксирует рост восприятия инфляции. За лето на 14% 42 до 56 выросло число тех, кто говорит, что цены стали расти быстрее. Еще перед выборами 10 сентября стало понятно, что война продается плохо. Верстка писала, главы регионов избегают этой темы, видят, что люди не хотят обсуждать войну. И Путин тоже не хочет говорить о войне. Он готов жонглировать придуманными им, простите, штампами. Госпереворот в Киеве, Запад воюет до последнего украинца и так далее. Но ему нужна повестка вне войны, помимо войны. Он ищет варианты и поэтому он атакует Чубайса с Воложем. В нулевых он оказался царем стабильности и невиданного в России экономического роста. В 12-м году он пролез в Кремль, подавив репрессиями Болотную площадь. В 18-м году он собиратель земель, строит Керченский мост в Крым, встречается с Трампом, ждет чемпионат мира по футболу. А теперь он кто? Победитель Бахмута, король Мариуполя, геополитический партнер полусумасшедшего полукукольного диктатора Ким Чен Ына. Путин подходит к следующему сроку в тяжелом положении, говорит Александр Морозов. Во-первых, Путин больше не может отстаивать экономические интересы своей элиты на мировой сцене. Чуть больше двух лет войны, когда он вступит в новую каденцию. За эти два года он, во-первых, потерял вот этот важный для элиты свой статус такого продвигателя российских интересов на международной арене и именно экономических интересов. Путин всегда был человеком, который благословлял все крупнейшие контракты. Но сегодня его элита видит прекрасно, что он может общаться либо с руководителем Центрально-Африканской республики, либо с лидером Северной Кореи. Он может пожимать руку и говорить о расширении сотрудничества с Суданом, например, но он больше не соответствует той роли, в какой он был, когда создавались российские госкорпорации, когда они продвигались на глобальных рынках. Путин больше не может защитить так сказать, ни российские нефтехимические компании, так сказать, не свой «Газпром» на глобальном рынке. Это вот первый такой существительный момент. Кто он в этом смысле слова теперь, то есть зачем он этим любит? Как Путин решает эту проблему, рассказывает Прокопенко. Во-первых, к началу лета, то есть еще до Пригожинского мятежа, Кремль стал внимательно следить за тем, чтобы бизнес поддерживал войну. Региональные власти докладывают наверх. Во-вторых, Кремль перераспределяет активы. Уже есть список российских национализируемых активов, потом они снова перейдут в частные руки. А путинский указ позволяет передавать новым менеджерам компании, отобранные у иностранцев. И это уже происходит. Расчет, как пишет Прокопенко, простой. Когда случится кризис, те, кто сегодня зарабатывает на войне, выйдут на защиту своих активов и политического режима. Вторая проблема, о которой рассказывает Морозов, Путин больше не арбитр среди своих силовиков. Это все прекрасно почувствовали на примере, собственно говоря, конфликта между министром обороны и наемниками, и пригожинскими наемниками, которые тоже были, так сказать, частью всей этой путинской кадровой системы. И не только. Дело в том, что видно хорошо, что вся эта российская элита, она в среднем звене, она очень остро чувствует, что Путин больше вовсе не тот арбитр между лидерами крупных больших силовых кланов, что теперь как-то все там по-другому стало решаться, и это не он. Иначе говоря, его место власти, оно как бы стало пустеть, я бы сказал, то есть дыра образуется у него в самом центре его политической системы, его системы управления. Вот с этим он выходит на выборы 2024 года, и я бы сказал, что у него нет перспектив вообще эту проблему решить, то есть обеспечить лояльность населения на голосовании за счет всей этой построенной системы, конечно, это будет сделано, но это не решит той тяжелой проблемой, с которой он теперь как бы имеет дело. Действительно, формально итоги выборов 10 сентября полная благодать. Глава центра избиркома Элла Памфилова докладывает о рекордной явке. Но все понимают, это эффект электронного голосования и административного принуждения, как в анекдоте, тут-то нам и поперло. В Москве, например, голосовать вообще не за кого, кто все эти люди, зачем идти на выборы. При этом московская явка выросла за 5 лет с 31% до 43%. Еще бы, давление было такое, что, например, работникам сферы образования звонили и гнали на выборы ближе к вечеру воскресенья. А результат Собянина вырос с 70 до 76%. Мечтали снова набрать 70, получился перебор. Путина тоже можно так накачать, проблемы нет, так и будет сделано. Можно повторить фокус с конституцией трехлетней давности. Но это совсем не то, о чем он мечтал в феврале прошлого года. Путин знает по своему опыту, что прикрывать падающий рейтинг фальсификациями и репрессиями это путь к очередному кризису, который надо будет преодолевать с помощью небольшой победоносной войны. Ой, стоп! Ой, стоп!